История учитель жизни Литературно-краеведческий музей Тамторской средней школы Аймеконского улуса – хранилище времени, где зафиксированы исторические события, происходившие в этой местности, мемориальные предметы. Школьный литературно-краеведческий музей был создан в 1991 году, а официально он был зарегистрирован в 1992 году. Музей был создан по инициативе директора школы Спиридона Васильевича Слепцова. Руководителем и основателем данного музея является заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник Аймеконского района Боярова Мария Поликарповна. В 70-х годах Мария Поликарповна, работая еще учителем русского языка и литературы в Тамторской школе, создала группу «Поиск с учащимися». И в 1991 году, после прочтения книги Бориса Ручьева «Магнит гора», она запечатлилась силой мыслей и чувств поэта-узника Северного ГУЛАГа. И с той поры она по крупицам начала собирать информацию, завязалась переписка с музеем на родине Бориса Ручьева. Музей стал называться литературным, то есть музей был создан о поэтах и писателях, которые отбывали в период сталинских репрессий. Ссылку здесь – период ГУЛАГа. История Аймекона известна своими славными, но и трагическими страницами. Главная задача нашего школьного музея – это воспитание патриотизма, уважения к истории и любви к своему родному краю. В музее представлены стенды якутским писателям. Среди них Николай Максимович Заблоцкий-Чесхан, чье имя было присвоено Тамторской школе в 1998 году. Также уроженцы Аймеконского улуса – это Павел Васильевич Заблоцкий, воин-журналист. Есть Пантелеймон Туласанов – поэт с нежным сердцем, особым талантом. Кроме этого, здесь представлены портреты, информация о якутских писателях, которые тоже были репрессированы в 30-х годах. Особое место в нашем музее занимает творчество Варлама Шаламова, известного советского прозаика. При жизни его произведения не были напечатаны, но впоследствии, когда информация о Варламе Шаламове была уже распространена, в музее были собраны материалы о Варламе Шаламове, началась переписка с музеем на его родине. Варлам Шаламов занимает особое место, потому что он связан конкретно с Тамтором. В 50-х, 52-м, 53-м годах он отбывал ссылку здесь, в нескольких километрах от Тамтора, в поселке Куйдосун, работая фельдшером. И здесь период творчества в Тамторе, как он сам считает, сравнивает с Болгинской осенью. Здесь написано ими около 200 стихотворений, и среди них о школе нашей – это школа в Барагоне. Андрей Игнатьевич Алдан-Семенов тоже связан с амиконом, с тем, что он писал свои произведения и героями, персонажами своих произведений. Он сделал, например, нашего купца-мецената Николая Осиповича Кривошапкина, известного геолога, известного исследователя Ивана Черского. Борис Александрович Ручьев тоже – это один из тех молодых поэтов, который был сослан в период ГУЛАГа в Магаданскую область, затем работал в Хандыге, с 1946 по 1949 в Адыгалахе, и потом работал также в лагере в Куйдусуне, что недалеко от Тамтора. По воспоминаниям старожилов, например, один из них – это Анания Степанович Винокуров. Когда он попал в аварию, то его спас и поставил на ноги молодой фельдшер Борис Ручьев. Также Дурий Иванович Винокуров, который сейчас работает преподавателем педагогического колледжа в городе Якутске, его мама на ферме Чебукулах, когда начались роды, то в дороге помог фельдшер Борис Ручьев. И поэтому Дурия Ивановича назвали по названию то, что мальчик родился на дороге, и назвали его Дурием. Раздел нашего музея также посвящен воздушной трассе «Аляска-Сибирь». Особое место занимает наши музеи материалы по Аляске-Сибирь в том плане, что аэропорт Аймекон, который был в кратчайшие сроки построен в 1942 году и действует сейчас благодаря нашим руководителям, аэропортам или площадке авиационной гражданской авиации. Аляска-Сибирь – это по ленд-лизу, через Аляску, Синчан, Аймекон, Теплый ключ, Якутск, до Красноярска переправлялись самолеты по договору трех держав Великобритании, Америки и Советского Союза. Огромная помощь в поисковой работе как краевед и истинный патриот своего родного края помогает Спиридон Спиридонович Слепцов, сын Марии Поликарповны. Благодаря ему напечатана книга «Аэропорт. История судьбы», где собраны уникальные материалы из архивов, из музеев, со слов свидетелей, со слов тех работников, которые работали в свое время в аэропорту Аймекон. Это уникальная книга «История аэропорта Аймекон». Спиридон Слепцов также напечатал книгу «Под небом Аймеконе», где содержится богатейший материал об истории нашего края. В нашем музее содержатся материалы по истории нашей школы. По архивным данным, школа создана в 1904 году. Музей посещают многочисленные туристы республики из России, а также из-за рубежа. Ежегодно в течение года, не только учебного года, но также в летний период, тоже посещают очень много туристов. Например, в месяц могут посетить около 20-15 туристов. Большой интерес вызывают последние годы туристы из нашей России. Основная задача музея – это воспитание гражданственности, интернациональное воспитание и воспитание чувства патриотизма, любви к своему родному краю. Мария Поликарповна многие годы вела кружок поиск с группой ребят. В основном это мальчики и юноши, старшеклассники. Они принимали активное участие и принимают в разного рода республиканских, всероссийских мероприятиях. И музей отмечен благодарностями, дипломами и грамотами различного уровня. В музее проводятся музейные уроки, уроки патриотизма, граждановедения. Марии Поликарповне создана программа по граждановедению, по материалам данного музея. И вот напечатана уникальная книга «Мой край, воспетый музой страданий и любви», где собраны материалы школьного музея и писатели, их произведения, поэты, узники колымских лагерей. Необходимо отметить, что музей вел переписку с Анатолием Тихоновичем Штыровым. Анатолий Тихонович Штыров в свое время был известным и большим другом нашего школьного музея. С Марией Поликарповной велась долгая переписка, о чем свидетельствует то, что Анатолий Тихонович подарил свои книги и экспонаты модели подводной лодки. Анатолий Тихонович Штыров – адмирал Тихоокеанского флота в отставке. ГУЛАГ ГУЛАГ – это одна из тем нашего школьного музея. На территории Аймеконского улуса было открыто около 30 лагерей. Через село Тамтур проходила так называемая Магадан-Колымская трасса до Магадана. Тысячи сотен заключенных были отправлены сюда в период сталинских репрессий. В музее представлены стенды о поэтах и писателях колымских лагерей. Также некоторая информация о ГУЛАГе. На территории Советского Союза было открыто немалое количество лагерей. Среди них в Аймеконском улусе около 30 лагерей. Основной труд заключенных использовался в промышленности, в строительстве дорог, в строительстве аэродромов. Также в музее по теме Аляска-Сибирь можно добавить, что поисковой группой учащихся находили, которые занимались поиском обрушившихся самолетов, которые недалеко в местности от села Тамтур и Чугей, на Сопке, в период Аляска-Сибирь потерпели крушение самолеты. И ребята с руководителем находили осколки данных самолетов. Вот один из них, редуктор, находится американского самолета «Аэрокобра», находится как экспонат в нашем музее, а большая часть в Большом краеведческом музее. Очень много краеведов, которые создали и напечатали книги. И вот здесь вы видите стеллаж, где созданы журналы, брошюры, книги нашими краеведами. Руководителем музея Марии Палькарповной Бояровой, сыном Спиридоном Слепцовым, Сергеем Егоровым, журналистом-корреспондентом, Тамарой Васильевной. Это богатейший материал, который используют учащиеся учителя. Мы гордимся тем, что наш район семь раз, несмотря на трудный путь, с Якутска до Аймекона посетил известный якутский писатель, основатель якутской литературы Алексей Иосеевич Кулаковский-Эксекюля. Человек, любящий свою родину и уважающий его прошлое, и настоящее, и думающий о будущем, это сильный и счастливый человек. Активная деятельность Литературно-Краеведческого музея Тамторской школы дает широкие возможности для решения задач воспитания, вовлекая учащихся школы в работу по сохранению и восстановлению истории своей малой родины.